Вареники с капустой Рецепт домашних вареников с тушеной капустой из теста на кефире. Очень пушистые, вкусные и ароматные. Настоящие украинские вареники. Приготовление. Ингредиенты. 3 стакана муки, 2 трети стакана кефира, пол чайной ложки соды, 1 чайная ложка соли, 1 большая луковица, масло растительное для жарки лука, 18-20 столовых ложек тушеной капусты. Дорогие мои, я хочу вас предупредить. Если вы не успели с голоса вписать ингредиенты, вы можете всегда нажать кнопку стоп и с текста переписать все, что не успели себе добавить. А теперь продолжаем. Поехали! Приготовление. В миску высыпаем 3 стакана 250 мл муки. Можно чуть-чуть меньше, потом добавите. Соль и 1 чайную ложку без горки соды. Перемешиваем. Стакан 250 мл. Наливаем 2 200 кефира и 1-2 сыворотки. Доливаем водой. Перемешиваем жидкость в стакане. Постепенно добавляя жидкость в муку и вымешиваем руками тесто. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Возможно придется добавить еще муки. Замешанное тесто поставить на 20 минут настояться. Из указанной порции получается 50 средних вареников. Тесто еще раз перемесить, отделить небольшой кусок, скатать колбаской и нарезать небольшими кусочками. Кусочки раскатать. На получившийся кружочек кладем капусту и защипываем. Капуста не должна быть холодной. Обязательно кладите вареник на посыпанную мукой поверхность. В кипящую подсоленную воду кладем вареники. Воды должно быть много. Вареником должно быть просторно. Вареники из такого теста варятся очень быстро. Как только они всплыли и начали закипать, они увеличиваются в размере. Вода не должна закипать сильно. Всплыли, увеличились, пора вынимать. Переваренные вареники разваливаются и из них выпадает капуста. Готовые вареники подавать со сметаной. Чем больше сметаны, тем лучше. Приятного Вам аппетита и всего самого-самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok